На правой доске замечательная картинка конвейеров. Е и Ф — это произвольные непараллельные векторы на плоскости. И вот, начиная с двух векторов Е и Ф и с базиса Е и Ф, который вот изображен таким отрезком, мы строим всевозможные базисы решетки, порожденные векторами Е и Ф. Ну, всевозможные, в том числе, что мы не очень отличаем вектор Е и минус вектор, потому что у квадратичной формы значение все равно на векторе и на минус векторе одно и то же. Так вот, разбираемся. Сумма Е плюс Ф, складываем Е плюс 2F, складываем 2Е плюс 3F, складываем 3Е плюс 4F и так далее. Все очень просто. Если на двух областях написаны векторы, то здесь написана сумма. И так, разумеется, до бесконечности. Все время в вершине у нас расходятся на три отрезка. Заметьте, левая половина картинки отличается от правой только тем, что перед Ф стоит минус. То есть, здесь Е плюс Ф, здесь Е минус Ф. Вот здесь Е плюс 2F, здесь, соответственно, Е минус 2F. Ну и так далее. Так что, если мы по большому счету знаем все про вот эту часть, то там тоже все понятно. Еще раз. Вектор изображается такой областью. Точка – это треугольник. Естественно, треугольник дает нам практически три базиса. Базис – это отрезок. Каждый из этих отрезков. Например, вот этот соответствует базису, состоящему из векторов Е плюс Ф и 2Е плюс Ф. Ну и так далее. То же самое изображено, ну не знаю, какое из этих видов понятнее, на левой картине. Что здесь сделано? Для краткости, чтобы не везде писать буквы Е и Ф, только в двух местах написал. Е – это 1,0, Ф – это 0,1. И после этого все записываем просто парой чисел. 1,0, 0,1, складываем, получается 1,1. Ну и везде, везде, везде. 0,1, 1,1,1,1,1,1,2 и так далее. Почему это симпатично? А потому что мы можем здесь написать материн. Вот смотрите, был вектор 1,0 и был вектор 0,1. Давайте из них составим матрицу. Или скажем здесь, было 2,1, а здесь 1,1. Сделали матрицу 2,1,1,1. Давайте посмотрим, как получается следующая матрица из предыдущей. На общем-то, вот смотрите, у нас было 1,1,0,1. Мы могли идти в одну сторону, могли в другую. Так вот, когда мы идем в предвижение, поворачиваем направо, то верхнюю строчку оставляем прежней, а нижнюю заменяем на сумму верхней и нижней. То есть 1,1 прибавляем 0,1, получаем 1,2. А когда мы идем в предвижение отсюда налево, то наоборот, нижнюю строчку не меняем, а верхнюю заменяем на сумму бывшей верхней и нижней. Ну, скажем, была матрица 1,1,1,2. Сюда получилось 1,1,2,3. Понятно? 1,1 осталось. 2,3. 2 это 1 плюс 1,3 это 1 плюс 2. Сюда пошли, наоборот, 1,2 осталось, а вверх подскочили 2,3. Ну и здесь вот то же самое было. 2,1,1,1. Стало здесь 3,2,1,1. А здесь 2,1 наоборот осталось, а внизу получилось 3,2 и так далее. Так вот, мы сейчас должны объяснить, почему эта абсолютно понятно устроенная схема, ну и здесь вот то же самое, на самом деле даст нам все базисы. Ну, потому что это, конечно, замечательный процесс, но почему все? Или хотя бы для начала. А почему не будет цикла? Вот представьте себе, я начал с векторов и делаю, 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 делаю. Почему у меня никогда не произойдет зацикл? Ну, на самом деле, конечно, очевидно, просто потому, что мы видим, что вот в правой половинке все коэффициенты положительные числа и, что называется, чем дальше, тем больше, да, сумма все время увеличивается. Поэтому не вернемся. Но есть и другое объяснение, которое связано с квадратичными формами. Делаем так. Рассмотрим квадратичную форму, которая на векторах Е, Ф и Е плюс Ф равна единице. Есть такая квадратичная форма? Давайте вспоминаем. У нас там есть форму. Мы можем взять, вот здесь вот написать, 1, 1 и 1. Можем? И квадратичная форма тогда получается такая. Х квадрат минус ху плюс у квадрат. Есть? Есть. И давайте проследим за значениями этой квадратичной формы. Вот смотрите. Если здесь 1, здесь 1 и здесь 1, а вы помните правило пергалограмма? Арифметическая прогрессия. Да? Арифметическая прогрессия. Числа вот в сумме, вот это число и вот это должны образовывать арифметическую прогрессию. 1, 2 в арифметической прогрессии. Какое число идет дальше? 3. 3. Хорошо. 3. Замечательно. 1, 4, что здесь? 7. 7. Так. Чудесно. Здесь что? 1, 2, 3. 1, 4, 7. Так. Давайте дальше. Смотрите, что здесь. 3, 8, то есть увеличилось на 5. и 8 плюс 5 сколько? 13. Правда? Угу. Так вот, видно, что числа взрастают. Правда, надо как-то это доказать строго. Если честно, меня сейчас интересует вовсе не то, есть там цикл, или нет, может, 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 А меня интересует вот эта вот замечательная идея, как увидеть все значения квадратичной формы, понять, что вот они при движении туда будут возрастать. Так вот, смотрите, давайте на ребре напишем разность арифметической прогрессии, поставив стрелочку в том направлении, в котором она взрастает. Ну, вот здесь надо было привести 1, 1 плюс 1, 2, 3. Значит, вот на этом ребре давайте напишем 1. На этом ребре тоже напишем 1. И на этом ребре напишем 1. Согласитесь, что у нас в данном случае 3 положительных числа. И давайте докажем очень несложную лему, что если у нас есть положительные числа и стрелочка, на которой написано положительное число, то дальше стрелочки будут идти вот так, и числа тоже будут положительные. В результате получится, что значение возрастает, возрастает, возрастает. эту лему дольше формулировать, чем доказывать. Потому что нужно просто на этой картинке перейти к буквам, пусть А и С ложительные числа, Аж тоже ложительные числа, как у нас там. И пусть здесь есть прогрессия. Тогда по определению прогрессии здесь будет значение А плюс С минус Аж, здесь значение А плюс С плюс Аж. И смотрите, что будет со следующим полигром. Вот здесь у нас значение А плюс А плюс С плюс Аж, то есть 2А плюс С плюс Аж. Что это значит? 2А плюс С плюс Аж. И оно должно образовать арифметическую прогрессию с числом С. Замечательно, у нас есть число С. Значит, чему равна разность прогрессии? 2А плюс Аж. Значит, на этом ребре будет написано 2А плюс Аж. Отлично. А какое будет здесь значение? Понятно, какое? Нужно к числу 2А плюс С плюс Аж прибавить 2А плюс Аж. Получится 4А плюс С С плюс 2А Аж. Отлично. Ну, это число больше, чем те, что были, и стрелочка направлена сюда. Теперь давайте поймем, здесь стрелочка куда будет. У нас есть число А и сумму вот это вот А плюс 2С плюс Аж. Значит, разность это 2С плюс Аж. Значит, стрелочка опять сюда направлена и эта самая разность это 2С плюс Аж. И вы получили опять положительные числа и стрелочка, на которой написано положительное число. Положительные числа и стрелочка. Таким образом, при движении от треугольника по базису к следующему треугольнику, к следующему, к следующему и так далее, наша квадратичная форма будет все время увеличивать свои значения. И таким образом зацикливание не произойдет никогда. Хорошо. Теперь следующий вопрос, тоже мгновенно получающийся отсюда. А почему на этой картинке все базисы появятся? То есть, почему мы дойдем до всех примитивных векторов, примитивных векторов, у которых координаты взаимно простые целые числа? Но вы помните, что вектор и минус вектор мы договорились с ним отличать. Почему все встретятся? То, что это бесконечно много. Ну, бесконечно много, это не значит, что все встретятся. Может быть, у нас здесь какая-то специальная система этих самых базисов, и, может быть, на этой картинке все-таки какие-то вектор будут пропущены. Но здесь есть специальный способ пересчета. Ну, такой наивный способ решения задачи состоит в том, что мы должны подумать, что вот, когда у нас есть треугольник, то есть точка, да, какие от него есть движения, и понять, что при одном из этих движений уменьшается сумма квадратов сторон. Примерно так. Ну, и тогда вот. Но можно рассматривать примерно так же, как я здесь сказал. И, между прочим, это сейчас нам заодно поможет разобраться с положительно определенными формами. Квадратичную форму называют положительно определенной, если на всех ненуевых векторах она принимает положительное значение. Соответственно, неотрицательно определенное это если на всех ненуевых векторах она не отрицательная. Понятно, да? Так вот, давайте предположим, что у нас есть какой-то абсолютно произвольный треугольник. Вот, не весь точек, да даже не на этой сфере, а в принципе треугольник составленный из примитированных векторов. Вот такой треугольник, может быть ориентированный как-то будут вектор по-другому, но тем не менее, такой треугольник где-то на картинке Конвея обязательно встретится. Для того, чтобы это доказать, давайте сделаем так. Любой вектор плоскости, если у нас есть такой треугольник вектор, как-то выражается через УИВЭ. И соответственно мы можем рассмотреть квадратичную форму, которая задана следующим образом на векторах У, В и У плюс В она равна единице. Разумеется, это будет форма, которая на любом векторе принимает натуральное значение. Почему? Потому что мы выписываем эту форму. Помните, если взять ХУ плюс УВЭ, то это будет Х квадрат минус ХУ плюс У квадрат. Вот если просто выделить полный квадрат, то это будет Х минус У пополам в квадрате плюс 3 четвертых У квадрат. Если оба числа ХУ в нуле, то это, конечно, ноль. А вот если У не ноль, то это уже не ноль. Или если Х не ноль, то тогда чтобы это было нулем. видно, что действительно положительно определенное. То есть на всех ненулевых векторах значение положительное. И вот такую форму посчитать на всех векторах, на всех примитивных векторах плоскости. В том числе на вот этих наших Е, Ф и Е плюс Ф. Получится какие-то значения? Давайте посмотрим на них. У нас какие-то числа как положено А, С, Б. Должна быть по правилу полилограмма альтематическая прогрессия. То есть если вы рассматриваете числа Б, А, плюс С, то вот это число вместе с ними должно образовывать альтематическую прогрессию и так в любом месте катения. Замечательно. Давайте договоримся. Ставим стрелочку, если разность альтематической прогрессии положительное число. И вот если здесь у нас H и прогрессию заставить в эту сторону, то здесь вот B минус 2H. То есть смотрите, здесь были числа А, С, B, а здесь А, С, B минус 2H. То есть сумма уменьшилась. Так двигаясь против стрелочек мы рано или поздно уменьшая эту саму сумму придем к ситуации, когда против стрелочек двигаться нельзя. Попадем в метод и в узел в нашей картинке, где стрелочки, куда не входит никакая стрелочка. Потому что если бы сюда входило, то мы бы перешли в этот узел и так далее. Замечательно. Давайте назовем это место колонцы. колонец устроен в следующем образе. Выходит отрезок. Ну, я опять буду писать те же самые буквы АЦВ, но важно, что ни одна стрелочка сюда не входит. Это значит, что стрелочка может или выходить, ну или просто разность прогрессии равна 0. Давайте сейчас сделать так. Если 0, все равно нарисую стрелочку и просто там напишем число 0. В таком случае у нас все три стрелки будут смотреть наружу и на них будут написаны неотрицательные числа. пишем для красоты обозначений то есть здесь будет буква альфа, здесь гамма, здесь бета. И альфа, бета, гамма больше или равны 0. Мы сейчас увидим какая есть очень простая связь между числами АВС и числами альфа, бета, гамма. Смотрите, когда вы движетесь от числа С к А плюс Б, то разность этой альфа ирфа ирфа равна гамма. Значит, А плюс Б минус С это гамма. Точно так же А плюс С минус Б это бета и Б плюс С минус А это у нас альфа. А из этой системы уравнений очень просто найти А, Б и С через альфа. Складываем эти два уравнения делим пополам. Получаем, что А это бета плюс гамма пополам. Б это альфа плюс гамма пополам. С это альфа плюс б пополам. Теперь надо просто через эти альфа, бета, гамма выразить квадратичную форму. Один из способов просто подставить найденное значение и посмотреть. Если чуть-чуть подумать, то вы поймете, что это совершенно не нужно. И ответ можно сказать сразу. Но, в общем, давайте так, играем. я считаю, а вы попытаетесь догадаться, какой будет ответ до того, как я это сделаю. Итак, бета плюс гамма пополам х квадрат. b минус а минус с это на самом деле минус бета. Минус бета х и плюс а плюс бета пополам у квадрат. Ну, конечно, здесь нужно одну вторую вынести. И смотрите, что мы теперь сделаем. Мы отдельно напишем гамма х квадрат. Это не проблема. Отдельно напишем альфа у квадрат и вот это бета х квадрат здесь минус 2х плюс бета у квадрат. То есть у нас будет бета умножить на х минус у в квадрате. Вот так. Ну, одна вторая не самая интересная. А вот то, что написано здесь, очень интересно. Альфа, бета и гамма не отрицательные числа. Значит, если нас интересует минимальная величина вот этого выражения, напоминаю, х, y это целые числа, то минимальную величину можно получить следующими способами. Вот они. Три наименьших значения. Вместо x подставляешь единицу, вместо y 0. Вместо x подставляешь 0, вместо y 1. И вместо x y подставляешь 1. Давайте подумаем, почему это действительно наименьшее значение. х что если вы подставляете вместо x и y разные числа, то здесь по крайней мере одна величина бета будет, и при этом нельзя, чтобы и x, y были нули, поэтому или альфа, или гамма придет. Вот эта ситуация. Бета есть, и или альфа, или гамма. Если же вы подставляете x и y одинаковыми, то из-за того, что у нас числа x, y должны быть за это просто идиниц, ну, замечательно, и это будет то самое альфа, ждал. Такие образы числа a, b, и c это не просто какие-то значения квадратичные формы, а это три наименьших значения. Отлично. А теперь вспоминаем, мы же брали векторы у и в и на них, чтобы значения были равны единице. Вот они, три вектора, на которых значения равны единице. А мы только что выяснили, что вообще-то этих векторов не богат. Ну, с учетом того, что мы не отличаем вектора, а минус вектор. Их всего шесть, но по сути три. Вектор и минус вектор. Вот. И именно к ним мы пришли, когда шли против стрелочки. Да? Ну, замечательно. Значит, мы шли по картинке конвейя и пришли к векторам у в плюс в. Значит, все базы, какие существуют на свете, на картинке конвейя на самом деле есть. Теперь нужно сделать простое вещь. Во-первых, все-таки решить задачу, с которой мы сегодня начали. Взять ту самую квадратичную форму и понять, скажем, значение семь или там какое-нибудь любое конкретное число, можем ли мы быстро понять, принимает эта форма или нет. И это намного интереснее, разобраться с тем, как выглядят значения любой квадратичной формы на вот этой вот картинке.